Академия наук и деятельность Ломоносова это название нашей сегодняшней встречи и мне очень приятно видеть здесь представителей Братского и Ресестринского института и не только увлеченных и вовлеченных в орбиту того, что называется длинным словом ломоносоведение да простят мне филологи хотя филологи многое могут простить это тоже профессиональное качество такая толерантность языковая и мне представляется, что постоянные, регулярные если не сказать бесконечные встречи по поводу Ломоносова это не толчение в ступе а это научная традиция я недавно призадумался над тем что есть культурное наследие и наверное имеет право на существование научное наследие и как раз подумал о том, что к категории научное наследие могут быть отнесены не только открытия очевидные, но и традиции традиции, которые состоят в том, что обозначается еще раз прошу прощения филологического дискурсом или дискурсом в сегодняшнем обиходе и то, что возобновляется независимо от решенности, недорешенности проблемы мы иногда наивно полагаем, что сами чаще сами или кто-то вокруг нас может решить научную проблему в действительности мы можем только поддержать ее жизнеспособность и внести в нее свой голос вот к разряду такого рода традиции бесконечно возобновляемой дискурсивной и значимой самой по себе относится как раз обсуждение наследия Ломоносова причем мне кажется, что филологи, историки и этнографы тут очень на месте несмотря на то, что его титулатура начинается с естественных наук она ими не завершается и мне представляется, что он прежде всего человек языка человек речи просветитель поэт вернее поэт и многое другое после этого он и стал по-настоящему мыслителем через обращение к языку и его слава прижизненная в основном слава поэта разумеется полемиста и просветителя но все-таки ярок он был именно в поэзии и не случайно Карамзин на свой лад исторической прозы Пушкин от поэзии Гоголь от прозы литературной давали самые высокие оценки творчества Ломоносова люди, которых за язык трудно было потянуть которые не ангажированно изъяснялись и вот их искренность их свобода отношения к тому профессиональному или если угодно творческому полю в котором они чувствовали себя как дома они туда приглашали в качестве иконы в качестве референтной персоны Ломоносова насколько богат Ломоносов в языке трудно представить я бы очень хотел чтобы в то время был какой-нибудь фонограф и записать божевую речь Ломоносова мы отголоски слышим в некоторых фразах в некоторых пассажах которые проводила иной раз цитировать приходится с осторожностью помните про я не знаю там треугольник Миллер Шлецер Ломоносов обмен фразами это допущенная в них то есть в российские древности скотина или бешеный с ножом это уже от Миллера Ломоносову к Теплову вот мы с вами не записываем таких выражений в протоколы наших заседаний правда мы это редактируем а в 18 веке богатство речи видимо было таким что нет нет да и заскочит в литературную речь нечто фольклорное и иногда у Ломоносова чувствуется вот этот слой эта мощь фольклора особенно когда он начинает поучать как правильно надо было ходить ледовитым океаном вот ангажируя туда поморов который а дальше рекомендации по поводу того какие навыки нужны как раз для прохождения севморпути которые наличествуют у поморов и там очень светистое представлено это речью очень внутренне этнографично вот это все что мы наговорили в подкастах и видеолекциях дружный коллектив кунсткамера недавно позволил себе вот такую выходку ну выход точнее не выход а можно и то и другое выход в эфир потому что мы готовим новую экспозицию и эта экспозиция не только вечная но и словесная и виртуальная и мы как раз пытаемся оснастить ее придать ей голоса чтобы она у нас зазвучала повод есть пригласить вас уважаемые дорогие друзья единомышленники коллеги на открытие выставки которая я надеюсь состоится в день рождения не Ломоносова если мы не просигналим что она ну я не думаю что мы не впишемся в график и поворот Наталья Павловна не отводит взгляд смотрит прямо на меня и это обнадеживает что ж я передаю слово моему дорогому гостю другу Николаю Николаевичу Казанскому который гораздо лучше разбирается в словесности причем не только в российской поморской но и во всей другой недавно я был на Кавказе наслушался отзывов о его деятельности мне было очень приятно Николай Николаевич в очередной раз меня свела трибуна с вами и отдаю вам микрофон спасибо Андрей Владимирович наверное нужно подчеркнуть все-таки единство культуры и науки и мне кажется что будет правильно если мы в начале самом конференции вспомним тех кто кто вводил в русскую культуру Ломоносова к тому времени достаточно хорошо подзабытого я имею ввиду 20-е и 30-е годы в которые я не вспоминаю ни одного чего-то крупного на эту тему написанного а вот Сергей Иванович Вавилов и полное собрание сочинений и условия в которых это делалось например мало кто помнит и знает что имя Аристида Ивановича Доватура который переводил как математические трактаты так и филологические в гуманитарных томах было под запретом и там Ломоносов самого себя переводил в там где это зависело в большей степени от воли Сергея Ивановича Вавилова имя Аристида Ивановича Доватура в то время находившегося в ссылке в Луге упоминалось надо сказать что это был невероятной силы филологический прорыв работа массированная работа с массой документов это было то что в западной культуре делается постоянно и все писатели восемнадцатого века скажем во Франции прекрасным образом каждые 50 лет переиздаются со сверкой по всем архивам у нас этого нет но тем не менее мы с благодарностью сегодня должны вероятно вспомнить и имя Эдуарда Абрамовича Тропа который инициировал и Жарис Иванович естественно стоял во главе этого предприятия но такой вот пружиной настоящей был конечно Эдуард Абрамович Троп наверное есть смысл вспомнить имя Эдуарда Израильевича Колчинского который тоже сделал много для этого издания были пересмотрены заново тексты латинские тексты и покойный Тежов этим занимался Андрей Яковлевич Тежов выпускник нашего ИСТФАК этим занимался вот эта преемственность культурная она особенно важна в понимании преемственности внутри нашей культуры и не менее важно понимание того что конечно евразийство это все мило но русский язык есть язык европейский и никакой другой и это аксиома от которой мы не имеем права отставать и что касается Ломоносова то это превосходный пример превосходный обращик к которому мы обязаны обращаться непрерывно речь идет о том что даже по черновым бумагам Ломоносова видно что думал он как минимум на трех языках одновременно эта способность дана человеку свыше думать сразу на нескольких языках и я думаю что это должно исследоваться специальным образом когда-то в нашем институте была затеяна большая тема а именно словарь языка Ломоносова не по переводам сделанной а учитывающий те оригинальные тексты которые написаны Ломоносовым и которые представляют собой абсолютно блестящие образцы текста идет ли речь о латинском языке о немецком языке или о русском языке где Ломоносов мастер номер один для всего восемнадцатого века мы прекрасно понимаем что абсолютно не случайно в словаре академии российской основная масса примеров берется из Ломоносова тут вам Сумароков здесь вам Тридьяковский если бы в этот словарь засунули Сумарокова и Тридьяковского русский язык ко времени Пушкина был бы уже совершенно другим и непонятно вообще что было бы с Карамзиным который вряд ли бы это пережил значит соответственно вот такого рода вещи они приобретают в настоящее время исключительную важность в нескольких аспектах мне вспоминается Андрей Владимирович наше с вами путешествие в Архангельск и последний раз по-моему мы с вами выступали парочкой в Холмогорах не правда ли именно в Холмогорах я делал доклад о том как выглядит Ломоносов в двуязычном корпусе русского языка сейчас в нашем институте уже следующий проект этот мы надеемся что когда-нибудь все-таки будут изданы результаты новый проект который связан с параллельным русско-латинским латинско-русским корпусом где из той латинской литературы русского извода которая отнюдь не не мала да она меньше чем то что попали в словарь латинской латинскоязычной Польши это огромное издание у нас это меньше но тем не менее эти тексты есть эти тексты требуют внимания и эти тексты в том числе показывают насколько в становлении русского языка в становлении понятий которые этот язык выражает и которые на самом деле могли быть выражены как-то иначе ну по-китайски например но не выражены они по-китайски они выражены по-латыне и это случайным назвать нельзя и вот это обращение к нашей культуре понимание того что наша культура связана так или иначе в первую очередь с средиземноморскими культурами здесь и Греция и то влияние которое принесло христианство и второе южнославянское влияние и дальше мы имеем Петра Первого влияние огромное переводов эти влияния можно рассматривать как влияние а можно рассматривать просто как нормальное существование русского языка и я бы предложил именно так это и рассматривать и соответственно тот вклад который внес Ломоносов и в науку и в культуру для нас всех не просто ценен он я бы сказал бесценен я желаю естественно чтобы эта конференция которая сегодня начинается была бы успешной и поставила бы проблемы важные а не актуальных проблем в области филологии да и истории никогда не бывало спасибо уважаемые коллеги дорогие друзья мы продолжаем работу нашей конференции и я в соответствии с программой предоставляю слово Наталью Павловну Копаневой директору музея Ромоносов заведующий наш отдел прошу вас Дорогие коллеги тема Ломоносов и Академии наук как особая институция этой теме посвящена довольно много исследовательских работ включая монографические исследования в своем докладе я сегодня хотела бы обратить внимание прежде всего на то какое значение для распространения наук в России Ломоносов придавал социальному статусу ученого в обществе и доступности образования как государственные полезные учреждения рассматривал Ломоносов Академию наук которая не только цитируя сама себя учеными людьми могла довольствовать но размножать он их и распространять по всему государству для этого наука и положение ученого в обществе должны были быть привлекательны как для родителей отдававших своих детей в учебные заведения так и для самой молодежи известны несколько записок Ломоносова посвященных вопросам управления Академией ее структуры штата разных департаментов университета гимназии и так далее и в основном предложения Ломоносова по реформированию Академии наук были сосредоточены на критике регламента 1747 года известного всем нам напомню лишь о некоторых такого рода документах Ломоносова в январе феврале 1755 года он пишет всенижайшее мнение о исправлении Санкт-Петербургской императорской академии наук где излагает недостатки академического регламента и описывает то состояние в каком находится академия в середине 18-го века неизвестно подавал ли это мнение Ломоносов по назначению сохранилась черновая рукопись этого документа в который Ломоносов вносил правку и изменения и в более позднее время за период с 55-го года и до конца жизни Ломоносов составил несколько документов с проектом реформирования академии не все они дошли до нас в законченном виде возможно каких-то мы просто не знаем какие-то не выявлены не найдены еще исследователями но будем надеяться что какие-то открытия нас тоже ждут я хочу вам показать несколько листов одного документа в 1758-59 году Ломоносов составляет записку о необходимости преобразования в академии наук она состоит как видите из преступления предисловия и трех частей уже по названиям этих частей о худом состоянии академии о причинах испорченного состояния академии о исправлении академии видно как характеризовал Ломоносов положение академии в тот период времени с каким трудом шла работа над документом также видно по листам рукописи правки текста так и представляю с какой энергией Ломоносов перечеркивает крест-накрест свои же слова и свои тексты с болью воспринимал Ломоносов утрату престижа Петербургской академии в Европе цитируя не только знатные профессоры но и те которые недавно из студентов вышли не хотят к нам в академическую службу невзирая на знатную сумму которая им предлагалась близ 10 человек из Германии призваны были однако все отказали хорошо известны те стороны в деятельности академии которые подвергались критики и неприятия Ломоносова и прежде всего это власть бюрократии академической канцелярии тогда над учеными по мнению Ломоносова канцелярия как департамент академии вообще не нужна в других государствах такого нет однако была у нас в Петербургской академии не только оставленная но и больше власти получила опять отсылка к регламенту 1947 года особенно позорно то писал Ломоносов что невежественные дела производители канцелярии едва умеющие писать по-русски терзают притязать на право голоса в заседаниях этого учреждения иначе в европейских академиях где собрание академиков само себе судья никакой посторонний полуобразованный посредник не допускается до разбора ученых споров вся власть и управление в академии должны сосредоточиться в профессорах под собранием под председательством президента академии но необходимо было повесить статус ученых не только внутри самой академии но и в государственной системе то есть добиться получения высокого статуса академика в табеле о рангах это позволило бы не только по достоинству оценивать академиков но и привлекать к ученой деятельности молодых людей зафиксированные же регламентом положения ведет к унижению профессорского достоинства и следовательно и к помешательству размножению учения сие также немало препятствует что дворяне больше записывают детей своих в кадеты нежели в академию ибо положив многие труды и годы на учение не имеют почти никакой нужды произойти как только до капитана да и то с трудом вот такая табличка небольшая из табеля о рангах необходимо настаивал Ломоносов чтобы как в других коллегиях профессора дюнкты и все остальные низшие академические служащие были возведены в соответствующие чины пользовались бы в государстве должным уважением и несли бы свои обязанности с бодрым духом то что по регламенту 47-го года за академиками закрепили и при том в качестве вечного чин капитана 9-й класс вечного то есть дальше продвижение по лестнице вверх по регламенту было невозможно а дюнкты же и низшие служащие не имеют никаких чинов имело следствием то что в публичных собраниях маститы и заслуженные профессоры оказываются ниже не только коллегских асессоров 10-й класс видим но и асессоров второстепенных канцелярий и в частном быту встречают с их стороны пренебрежительные отношения а угнетенный этим дух не может свободно странствовать по святилищу мус и с легкостью извлекать на свет то что служит к пользе и просвещению смертных достижения в науке переход от студента к адъюнкту от адъюнкта к профессору оказались вне продвижения по социальной лестнице вне чинов сам Ломоносов получив должность профессора химии в 45-м году в 51-м году по особому указу сената был пожалован чином 6-го класса красным выделила коллегского советника за его отличное в науках искусство это меняло социальное положение ученого он получил потомственное дворянство и материальное его годовое жалование увеличилось почти в двое 1200 рублей как известно чин статского советника Екатерина II пожаловала Ломоносову только после его прошения об отставке 2 мая 63-го года она подписала указ 13 мая отменила свой указ о пожаловании Ломоносову чина статского советника и его отставки и только 15 декабря 63-го года императрица подписала указ а сенат 17 декабря подписал определение о присвоении чина статского советника 5-й класс Ломоносова Ломоносов предлагал следующее распределение чинов по академическим должностям и обязанностям президент управляет всем академическим корпусом должен иметь чин не ниже генерал-майор Ломоносов пишет по военным чинам то есть действительный статский советник 4-й класс в проекте регламента 64-го года Ломоносов писал президент академии не только главный правитель и начальник но и сберегатель он и я от посторонних приключений и наветов требуется человек именитый и знатный имеющий свободный доступ до монашеской особы чтоб мог представлять академические надобности коих без высочайшего повеления произвести академия власти не имеет вице-президент должен с такой не был ее предлагает Ломоносов в чинении ниже статского советника 5-й класс 12 ординарных академиков которые должны быть исполнять обязанности не только академиков но и профессоров университета 7-й класс надворный советник и тут Ломоносов дополняет что по мере заслуг должны производиться ординарные академики профессора в более высокие чины 3 экстраординарных академика в чин капитана титулярных советников 12 адъюнктов адъюнкты тоже должны получить чин чин поручика 12-го класса адъюнкты должны вникать в ученые дела ординарных академиков помогать им в делах как и в других европейских университетах цитируют где любознательные юноши питаются щедрот государей нужно определить число студентов Ломоносов считает что их должно быть сотни которые будут учиться за казенный счет тех кто будет учиться на свой кошт тоже будет много даже из других стран и почему потому что опорой нашим надеждам служит также великолепие города величественность двора многолюдство рынка удобство порта и наконец громкие имена ученых и тут вставал вопрос доступности образования с чем Ломоносов сам столкнулся еще в Москве в спавские школы куда Ломоносов был зачислен на январе 31 года до 1727 года принимали всяких чинов людей то есть академия по привилегии составленной сначала Семеном Половским а потом продолженной Сильвестром Медведевым была всесоюзным была всесословным прошу прощения образовательным учреждением всему училищу быть и общему и всякого чина сана и возраста людям точью православные христианские веры одно ограничение в 27 году прием в академию детей солдатских и христианских был запрещен в академическом регламенте негодование Ломоносов вызвал пункт о том что положенных в подушный оклад в университет принимать запрещается Ломоносов писал другие европейские государства наполнены людьми учеными всякого звания однако ни единому человеку не запрещено в университетах учиться кто бы он ни был и в университете там студент тот почтение кто больше научился а чей он сын в том нет нужды здесь здесь в российском государстве ученых людей мало дворянам для низости и не имения рангов недободрения в подушный оклад положенным запрещено в академии учиться может быть сочинитель думал что российскому государству великая будет тягость ежели оно 40 алтын это налог на душу в год потеряет для получения ученого россиянина ну пусть хотя бы и 40 алтын жаль было а не жаль бы 1800 рублей чтобы иноземца выписать однако чем те виноваты которые состояв в подушном окладе имеют такой достаток что на своем коште детей своих в науку отдать могут и для чего выключены все глухо не различив хороших людей посадских от крепостных помещичьих в одной из современных статей Ломоносов был поставлен в упрек пункт его проекта регламента московских университетских гимназий упрек в том что в гимназию не принимать никаких крепостных помещичьих детей однако смысл этого положения иной цитирую науки благороднейшими человеческими упражнениями справедливо почитаются и не терпят порабощения поэтому если поможет помещик захочет обучать московской гимназии университете своего крепостного он должен его освободить и отказаться от своего права и власти которые он имел над ним прежде дать ему увольнительное письмо заслуга Ломоносова в том что он этот вопрос вообще не обошел вниманием а предложил свой ответ на него ну и конечно вызывали вопросы финансовые дела академии находящиеся в плачевном состоянии когда в деньгах всегдашняя нужда такая что и профессоры вынуждены были брать жалования книгами от чего пришли в убытки и в бедность в письме Шувалову 10 мая 1753 года Ломоносов писал ежели кто еще в таком мнении что ученый человек должен быть беден то я предлагаю в пример с его стороны диагена который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток для умножения их гордости а с другой стороны нефтон богатого лорда бойла который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы вольфа который лекциями и подарками нажил больше 500 тысяч и сверх того баронства слово она в Англии который после себя такую библиотеку оставил что никто приватно не был в состоянии купить и для того парламент дал за нее 20 тысяч фунтов штерлингов покажу замечательную гравюру с инвенцией иллюминации ко дню теза именинства Елизаветы история этой гравюры очень интересна она связана Андрею Владимирович с дискуссией Ломоносова и Миллера не буду говорить об этой истории гравюра Ивана Алексеевича Соколова по эскизу Гримля на некоторых гравюрах дата 1749 на других 1750 это связано с переносом публичного собрания академии мы видим здание академии бывший дворец Просковьи Федоровны мы пишем видим нашу кунсткамеру ее восточное крыло на втором этаже которого мы с вами сейчас проводим нашу конференцию и внизу выгравирована надпись благополучие сыплет на свободной науке цветы и плоды и показывает упражняющимся в ООН их новый путь к ревностному об них старанию и так для развития науки в России и для просвещения отечества необходимо считал Ломоносов воспитание ученых из природных россиян своих специалистов своих образованных людей это вместе с собственным развитием наук важным для благополучия всего человечества главный смысл заведения академии наук для государства для этого необходимо повысить социальный статус ученых не закрывать им возможности к продвижению к более высоким чинам не уходя из науки открыть дорогу в науку тем молодым кто талантлив или по Ломоносову имеет особую остроту ума спасибо